А на проспекте Ленина перед зданием драматического театра развернулась ярмарка. Жители и гости Черкеска могли приобрести продовольственные сельскохозяйственные и промышленные товары по более низким ценам. С предложением и ассортиментом и предпочтениями покупателей познакомилась Мадина Каракетова. Речная Краснодар, речной, не трудовой, малосовочка. Это козлокалинский мед, хороший мед, с разнотравия полностью, там все накосы только от нее. И лопух, колючка вот такая. Вот это зеленцовое, это есть колючка, лопух. А разница? По вкусу горьковатый, он крепкий, чем сипные меда. И считается лучшим медом. И дороже всей. Три тысячи трехлитровых банков продаем, а сейчас два пятьсот, по-моему, она есть. Капуто вверх на телевизоре сочная, спелая. Солнце хватает, вода хватает, так что экологически чистый продукт. Это зелено. Вы не обрабатываете? Не, не. Когда маленький, обрабатываем. Би пятьдесят восемь таким, да, а потом дальше растет хорошо. Видишь, какие сочные лопаются. По сколько продаете? 35. А это на ярмарке, да? Да. А на базарах так 50-60 по-разному, где как. Одним из первых ярмарку выставку достижения народного хозяйства региона посетил глава Карачаева Черкесии. Рашистемрезов ознакомился с представленной продукцией, а также пообщался с горожанами. Любовью Климентьевной представилась в беседе с главой республики посетительница ярмарки. Нашли общую тему для короткой беседы. Строительство Зеленчукской ГЭС. Это внук мой, дочка. Поздоровайся. Как имя? Климентий. Климентий. А, в честь дедушка. Да, деду Мин. Муж тоже работал в ГЭМИ. У нас правительство есть. И сын один, и другой. Мы все займемся. Ну, все, спасибо вам. Дай Бог вам удачи. Вам спасибо за вашу работу, за вашу службу. Давайте. Спасибо вам. Главе региона подходили поздороваться, пожелать процветания республики, делились впечатлениями и, конечно же, в поисках решения волнующих вопросов. Рашидим Лезов здесь же на месте дал несколько поручений. Глава республики в своем телеграм-канале тут же поделился впечатлениями и призвал тех, кто еще не успел поспешить посетить ярмарку, ведь это самое вкусное, яркое и колоритное мероприятие. Призвал своими глазами увидеть, насколько изобильна наша республика и какие у нее замечательные достижения, как в сфере сельского хозяйства, так и отрасли промышленности. А ярмарка действительно изобиловала фруктами, овощами, дарами леса, разнообразием меда и травяных чаев. Мясо и рыбу раскупили уже в первый час. А из Айркин-Шахарским сахаром выстроилась самая настоящая очередь. Спасибо, что есть сахарный завод и на нормальную цену поставили. Вот стоим, ждем. Он вообще дефицитный. Вот я из-за этого целый час. Поэтому спасибо, что смогли такую цену. В магазине в Магните вечером 70 рублей тростниковый сахар. А здесь, например, по 60 рублей есть цена. Так он и сладкий. Пользовался популярностью картофель, выручку от продажи которого фермеры передавали на СВО. А умопомрачительный аромат свежей выпечки был убедительнее всех самых ярких рекламных плакатов. У них всегда свеженькое все. Не лежит долго. Пришел человек, взял и вкусно покушал с чайком. Напротив продовольственных товаров и сельхозпродукции выстроились промышленники, как начинающие, так уже известные. Мастера-ремесленники. Водельца фабрики по пошиву одежды Миропа Светлана Молхозова рассказывает, что они производят как одежду для модниц, так и актуальную в современных условиях, специализированную военную. Турецкая ткань хорошая. Флиз хорошего качества. Отшиваем. Качественные изделия. Пошиб качественный. Шьем на спецмашинках. Одежда при первой стирке не разойдется. А для Эсмиры Чучаевой это первый опыт общения с покупателями и первая коллекция головных уборов, производством которых она решила заняться в свободное от основной работы время. Начала я производство недавно. Весной этого года запустили первую коллекцию. Конкуренция в сфере легкой промышленности у нас в республике большая, поэтому долго сомневалась, стоит ли начинать. Но мне очень сильно помогли уже опытные предприниматели в этой сфере. Подобные ярмарки позволяют таким начинающим предпринимателям, как я, заявить о себе, показать свою продукцию на широкую аудиторию и развивать свое дело. Эта ярмарка, возможно, станет стартом для начинающих предпринимателей. По крайней мере, обмен телефонами и визитками между производителями и потенциальными покупателями был непрерывный. Всего в ярмарке выставки приняли участие более 50 товаропроизводителей, около 30 из которых из сферы промышленности. Эта ярмарка, она традиционная. С года в год мы ее дважды проводим. Сейчас вот у нас еще не осень. Осенняя большая, крупная будет. Но у нас была задача совместить ярмарку и выставку, потому что у нас очень долго не проводилась выставка именно народного хозяйства. И хотелось все-таки провести это мероприятие с целью познакомить наших граждан с достижением именно народного хозяйства. Сегодня у нас более 30 представителей, именно региональных производителей, начиная от СЭМ-завода, заканчивая сферами услуги легкой промышленности.